Дмитрий Шлыгин, портрет которого навсегда остался на стене в школе номер 49, которую он окончил, хотел стать военным. Всегда. Откуда у парня такое желание, теперь не спросишь. Разве только мама расскажет, каким Дима был в детстве. У меня их двое было. Малышами. Дима у нас играл в войну. У него было очень много солдатиков. Он что-то строил, баталии какие-то. А Алексей у меня ближе к отцу. Забивал гвозди в пол молотком. Алексея не стало в 11-м году. А Дима погиб на Украине в ноябре 22-го. Он служил по контракту. Первый раз в Чечне. О том, что сын уезжает на Северный Кавказ, мать узнала в день его отъезда. Была отправка. Он пришел и сказал, я сегодня уезжаю. А когда он поехал на Украину? Дело в том, что я родом с Украины. Я родом с Донецкой области. Я оттуда. И у нас с ним был уговор. Уговор был такой. Я не еду на Украину, а он не идет добровольцем. Уговор мать и сын не нарушили. Дмитрий Шлыгин отправился в районы своего по приказу. Валентина Александровна Филатова преподавала Диме математику. О том, что будет на дне памяти вспоминать, каким был ее ученик, и подумать не могла. Мне кажется, мир немножко перевернулся. Стал не тем, какой он был. Почему? Потому что я удивлена. Мой отец прошел всю войну. Я очень удивлена, когда люди на Украине, которые пережили и Бабий Яр, и Хатынь, и они все это забыли. Я удивлена, почему так происходит. Я даже представить не могла. И до сих пор я очень это трудно представляю. И мне очень больно. Нельзя так. В школу на открытие памятного мемориала приехали сослуживцы Дмитрия Шлыгина. Дмитрием мы служили с 2003 года в Чечне. Очень позитивный он человек, веселый. Без улыбки я представить даже его не могу. Душа была всей инженерной саперной роты. Я, наверное, не ошибусь и разведке. Мы там все вместе были, разведка и саперная рота. Дмитрий не унывал, даже когда его ранили в 2005 году на Северном Кавказе. Олег, он же моложе у вас, наверное? Да. Много? Лет на 17. Вы вместе столкнулись в Чечне, да? Страшно было? Не бояться, только дураки. Ну, привыкаешься ко всему. Он любил службу. Он весь себя отдавал в службе. Ну, надежный был человек. Сослуживцы не теряли друг друга из виду. Постоянно переписывались. По телефону общались за две недели до гибели. О том, что друга не стало, узнали не сразу. Вначале была информация, пропал без вести. Только через две недели стало известно, что Дмитрий погиб. Мама Дмитрия призналась, что перестала смотреть новости по телевизору. Не может. Порой бывает такой момент, что я не могу держаться. У Дмитрия остались двое детей. Ирина Афонина, Владимир Хмелев, телекомпания «Барс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова